Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожжев. С вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Ходячих Мертвецов. Второй эпизод, второй сезон, мадефака, у меня кончились патроны, какого хрена, что мне делать? А как мне назад отойти? Ну, вот. И мы продолжаем отбиваться от стада зомби, но у нас кончились патроны, и нас кто-то спасает. Ага, доктор. Доктор, это хорошо. Сзади, сзади! На пушку легла. Балин. Готов. Пушку, пушку забери. Блин, Клем. Клем назад, пушку. Клад, назад. Хватай, 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 хватай. Я верю в тебя, ты сможешь. Толкай ее. Ой, да что, что ты? Пни ее чем-нибудь. Где ты там? На, ух, нихрена, удача. Я только разозлил тебя, да? Нож. Нож, нож, давай нож. Потому что пушка это пушка, а нож это нож. Одесса, да. Чего у нас тут такое красивое личико выглядывает? Уже не выглядывает. Стратегич. А нож ты, о боже, нож ты-то зачем оставила? И что там еще, да? Просит. Уолтер. Уолтер. Фух. Ну, зла не таит. Он бы, наверное, очень хотел бы застрелить, но... Понимает, что каждый человек на счету. Вы не думаете, что выстрел... Выстрелное оружие вы привлекаете больше их. Нет? Вы об этом, наверное, вообще не думаете. Клементин, ты в порядке? Нихрена, тут с ужасом автомата. Что за хрена? И с улицы? Охренеть. Там другая группа. Ё-моё. Вот я тебя и вспомнил. Я думаю, где я тебя видел. Первая серия, и... От тебя, наверное, ребёнок, да? От тебя, наверное, ребёнок, да? Папа! Сара! Сара, ты куда? Бонни, Бонни! Ну ты, Бонни! Это ты! Бонни, Бонни! Папа! Так, прячься, Клем. Не успела наверх, так что снизу побудешь. Зачем ему Ребекка, если только... Ну, я вижу только один выход. Это его ребёнок. Так, Клем. Поиграем с Клинтерселл. Погода и всё. Много дворец, но... Это огромное. Филл будет любить. А, остальные могут быть везде. он просматривает этот угол только не скрепите дощечки я вас успел ну и нашумели вы тут и где же твоя дочь похожая на меня понял гуня не ожидал я тебя более честно ты всегда была такая знаете подкладистая и заботливая тут ты превратилась в нечто жестокое на второй этаж проверили дорогой что такое какого хрена тебе надо это ребека мужик офигел наверно элвин в шоке вы хотя бы дверь закрыли бы я не знаю я не знаю Продолжение следует... тихо 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 только него ну да он убьет доктора так неизвестно что что будет тем более если он убьет элвина ты тебе не придется осознаваться то что ребенок не его то есть есть плюс ну хотя печальный плюс но есть и ур айф юра на кейс плец латиспе пугал ален все-таки на боне давят он видишь что в ней еще есть человечность а что с твоими руками выровнять пальцы выровнять пальцы тебе тихо 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 ватафак какого кенни 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 или люк да я и забыл о них совсем а а нефиг у окон снять а в другой другой здоровь со второй стороны да ладно серьезно ваше ж мать не а это это для нашего человека я не хотел сделать это но ты не оставил мне много выборов так что это будет происходить я буду прожать еще один из твоих друзей и я буду поставить билет на заднюю голову или вы можете остановиться сейчас Твоя выбора Твоя выбор Ну, так мы защитили вроде Элвина, да? Фак, ну мы себя подставили. Ну да, Кенни теперь сдастся, блин, не то сделал. И доктору пальцы не выровняли. Так, я не сдался. Только бы его не застрелили. Где Лук? В конце концов, выстрел и уходи, да? Почему я не удивлялся? Я выяснил вас. Я выяснил вас, не следить за него. Посмотрите, где он у тебя ведет. Но ты сейчас безопасен. Мы уходим домой. Как семья. Хорошо, выстрелите их. Мы возвращаемся к кемпу. Че, перестрелять нас, что ли, хотите? Капец. Я всего лишь мирно хотел пожить здесь. Какого хрена происходит? Ха-ха-ха. Ну хотя бы Кенни с нами. Надеюсь, Люк где-то рядом все время. Я не знаю, если бы мы спасли, Валт. Но я знаю, что один из нас не просто отдохнулся. Я знаю. Люди все равно за что-то произошло. Но мы помним, что-то, если бы мы не хотим, я не знаю, что это было. Но мы все равно, что это было. И они все-таки уникали в этом коммунии. Они уникали из-за кемпу, да? Это не означает, что они не смогут вернуть их в доме в беде. Это не означает, что мы не смогут найти в наших сердцах да не круто не круто честно сказать я я я щепетлен вот то есть сюжет разворачивается но единственное что мне не нравится это вот эти вот скачки нашего местожительства то есть если как в третьем сезоне ходячих было или они жили в тюрьме долгое время или было хорошо а здесь слишком часто мы теряем наше место жительства и даже нет какой-то привязанности к определенному месту возможно это хорошо Возможно, это плохо решать, конечно же, вам лично. В любом случае, огромнейшее вам спасибо за просмотр. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписываемся на канал. Пишем комментарии, ставим лайки, подписываемся в группу ВКонтакте и советуем этот канал друзьям. А всем вам удачи, до скорого и... Ходячие!